15 июля нашему округу исполнилось 88 лет. По историческим меркам регион молодой. Уникальный наш край и по положению, природным богатствам и способам хозяйствования. История округа за полярным кругом в следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok переносится в Нарьинмар. Постепенно в состав края входят новые районы и уже через 30 лет с момента создания Ненецкий округ приобретает современные границы. В 1977 году ненцы Малоземельской тундры обратились к руководству в ЦИК с предложением дать им полное автономное право. Правительство решение одобрило и на Европейском севере появился полноценный и равноправный регион, который стал домом для ненцев Большеземельской, Малоземельской, Тиманской и Канинской тундр, а также для русских, украинцев, белорусов. В 1993 году Ненецкий автономный округ в соответствии с Конституцией Российской Федерации получил статус субъекта Федерации. Основы экономики составляют нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и газодобывающие промышленности. С 1988 года добыча нефти ведется на пяти крупных, 16 средних и 57 мелких месторождениях. С 2014 года отгружается нефть нового российского сорта «Арго» – первого месторождения на арктическом шельфе «Приразломные». Агропромышленный комплекс Ненецкого округа – одна из составляющих экономики региона и основной источник жизнеобеспечения коренного населения. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 255 хозяйств с различной формой собственности. Единственный в Ненецком автономном округе муниципальный район Заполярный образован в феврале 2005 года. В его составе 18 сельских поселений – административный центр поселок Искателей. Сегодня Ненецкий округ – стратегически важный субъект – культурный и промышленный центр Русского Севера. Награжден орденами Трудового красного знамени и дружбы народов.